Готовы сегодня с оружием защищать наше государство, бороться за независимую, свободную Украину. Вот те предложения, с которыми мы хотим выступить, обратиться к руководству страны, к украинцам, чтобы они поддержали наши инициативы, распространяя их, дорабатывая усовершенствование. Это позволит нам в будущем действительно заниматься непосредственно управлением в этом государстве, иметь эти управления в своих руках. Резолюция участников митинга протеста, вместе мы победим судейский, милицейский, прокурорский беспредел. Нарушение прав человека, высочайший уровень коррупции, разводившая все ветви власти и структуры государственного управления, уничтожение правовых основ государства привели к тому, что народ Украины с оружием в руках сверхненавистный режим Януковича и партии регионов. Сегодня перед нами стоит не менее важная задача создания новых условий и правил взаимоотношения в обществе и государстве. Необходимы реальные реформы судебной власти и правоохранительных органов, основанных на европейских ценностях. Именно сегодня важно сформулировать и предложить те изменения в законодательстве Украины, которые коренным образом не сменят систему государственного управления в Украине, при которой граждане приобретут возможность непосредственного участия в делах государства. Для этого предлагаем выполнить в полном объеме конституционные гарантии по непосредственному участию народа в Украине, в осуществлении правосудия и ввести полноценный институт народных заседателей и суд присяжных. Лишить статуса судей Украины, всех судей, назначенных указами экс-президента Украины Януковича, без права занятия должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Отстранить от должности и заменить председателей судов всех уровней, работавших в период нахождения у власти экс-президента Украины Виктора Януковича, без права занятия должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Создать структуру регионального полномоченного Верховной Рады Украины по защите прав человека, в соответствии со статьей 11 закона Украины по полномоченным Верховной Рады Украины по защите прав человека. Предоставить право прямого участия гражданам, правозащитным организациям, выдвигать кандидатов на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по защите прав человека и регионального уполномоченного Верховной Рады Украины по защите прав человека. Отменить пожизненный статус судей, ввести избирательную систему должности судей, реализация конституционного права на правовую помощь в соответствии с Конституцией Украины, свободный выбор защитника из числа лиц, не являющихся адвокатами, введение на законодательном уровне гражданско-правовой экспертизы по примеру общественной экологической антикоррупционной экспертиз, результаты которой являются основанием для обжалования судебных решений и привлечения судей к ответственности за вынесение заведенного неправосудных решений и нарушения присяги судей Украины. Гражданско-правовая экспертиза станет реальным механизмом правового контроля. Привести законодательство Украины в соответствие с Конституцией Украины и предоставить право гражданам в открытом судебном заседании проводить фотосъемку, видеозапись без согласия суда или участников судебного процесса. Провести гражданскую экспертизу или процедуру общественно-правового аудита по ранее вынесенным заведованием правосудным решениям судов всех уровней в отношении лиц, которых были сфальсифицированы уголовное производство и судебные дела. Создание Национального антикоррупционного бюро по борьбе с коррупционными деяниями в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. Именно с такими предложениями мы хотим обратиться к руководству страны. Но прежде всего хочу обратиться к одесситам, представителям территориальных громад других городов, областей нашей Украины. Если мы сможем постепенно менять законодательство в этом направлении, то сегодня власть действительно будет в руках народа Украины. Необходимо думать сегодня именно о тех процессах законодательных, которые мы можем с вами изменить. Прошу всех подписать и поддержать данную резолюцию, к которой мы обратимся на Одесский Евромайдран, где тоже так же поддержим, чтобы поддержала территориальная громада города Одессы. И с этими подписями отправим на всеукраинский наш Майдран, народная вещь, которая сейчас проходит в Киеве, чтобы в сверзокой народной трибуне заявить о требованиях народа Украины, на то, что мы имеем действительно все властные полномочия в этом государстве. Дорогие друзья, шановная Одесская территориальная громада, сегодня мы перебываем под сценой суда, который является особенным коррупцией Одессы, который является особенным Киваловского так называемого правосудия, над которым смеется слезами на очах весь свят. Саме тут зароджуються завидуемо неправосудные решения. Саме тут торгівцы в мантях свободою заградовывают людей, выбираючи у них власность, кидаючи их в бетонные тюремные гроби. Сегодня никто не гарантует, что ходячи по улицах нашей вольной Одессы, ты можешь быть свободным в душу и можешь быть свободным физически. Потому что эта корруппована система прибирает из своего шляха тих, кто не может прогнуться под ней, не может прогнуться в силу своих переконаний, в силу своего сомнения и в силу своей моральности. Я хочу обратиться к Одессе, которая никогда ни перед кем не вставала на колено, у которой, вернее, кинологи не были суттями, у которой прокуроры не брали хабарьев. Сегодня это, на жаль, происходит. Почему сегодня, я хочу вас спросить, мы должны ходить по судам, как на работу? Почему наши дети, еще такие молодые, еще такие маленькие, уменьшені ходить с нами по этих судам и защищать свои права на будущее? Я вам отвечу, почему. Потому что кто-то, те, кто сидит в этих кабинетах, забыли, что такое моральность. Они не открывают законы, они не открывают кодексы. Это для них принижение. Они открывают кейсы с зелеными купюрами и отраховывают их для своего особенного сбогачения. Саме они являются под грунтем, которые держали на собе режим Януковича. Небесная сотня, которая скинула режим Януковича, цяною своего життя мает знать, что Одесса, которая подошла до этой процедуры всеукраинской иллюстрации, не будет пасти задних. И если, подрахуй, думает, что он сидит в своем кабинете и тихонько, как у 2005-го года, снова вершитиме свое безкарное, беззаконное, так звание кривосудие, то нехай он знает, что у него ничего не выйдет. В 2010-м году, за доручением экс-голови Одесскої областной администрации, мне было загротовано. Я попала до слідчого изолятора и в собственном очи бачила, у каких евро-стандартах там получают людей. Любые друзья, там получают не злочинцев. В большинстве случаев там сидят святки чужих злочинцев, которые не могут молчать, которые заходят в суды и говорят правду. Они говорят, но их никто не слышит. Как звери их держат в клетках, морячи голодом, знущаясь над их родинами и унеможливая их будущее, чинят над ними беззаконное. Я звертаюся до вас, не проходьте повз таких людей, потому что они, это и мы с вами, это и втяжение нашего усумления. Мы не можем так делать, по отношению к тех людей, которые стали жертвами цієї системы репрессий. Я хочу вернуться до каждого из вас, монетуйте, пожалуйста, судовые процессы, выкривайте все эти правопорушения, которые совершаются судьями. И я вас запевняю, что в нашей стране прийдет такий час, когда каждый судья, который принял заведомо неправосудное решение, будет притягнутый до ответственности. Свертаючись до тех, кто верит в правосудие, кто верит в будущее нашей страны, я прошу, держите закон как единую наявную оружие, идите с ними в судах и победите. Спасибо, что вы сегодня пришли. Спасибо, что вы поднимаете голову в борьбе с Киваловским правосудем. Дорогие соотечественники, хорошо, что плюролизм в мне не существует, но тем не менее, это актуальное мероприятие, которое проводится под стенами Одесского областного апелляционного суда, оно давным-давно вызрело на протяжении последних четверти века. Интенсивное разложение государственной власти на территории Украины это далеко не последнее проявление незалежного периода развития Украины. В недрах еще Советского Союза в 80-х годах этот разгул коррупции, разгул организованной преступности в органах государственной власти очень прочно укоренился во всех структурах власти Украины, начиная с Киева и до Одессы. Тот этап репрессий за вступление, за молодое поколение курсантов одесской мореходки, которая была опубликована, и статья в литературной газете получила рекордное количество читательских откликов, более 120 тысяч, помогла, как рупор, как средство резонанса, вскрыть корни, истоки исторические той коррупции, организованной преступности власти, которая уже в 70-80-х годах урочно укреплялась в обществе и в государстве под названием Союз Советских Социалистических Республик. Сегодня мы имеем крайне уродливый пример растления судебной власти, власти, которая на этом разложении создала себе сверхвозможные космические суммы наворованных денег, недвижимости, движимого имущества и товарно-денежные отношения, где товаром судебной власти является судочинство, с правосудием ничего не имеющего общего, мы сегодня убеждаемся, по всей Украине стала системой, поставленной на конвейер. По фактах, доказательствах разложение судебной власти прекрасно иллюстрирует уголовное дело, которое содержится в 10 томах одесского судей Виктора Позняка по Суворовскому райсуду. Процесс идет в Николаевском райсуде Николаевской области, где в ходе судебного следствия отчетливо продемонстрированный хроникально-документальный фильм более 20 часов, как вымогались, как получались взятки, как шла торговля делами, то есть вся технология этой гнилости в государственной системе Украины. Это факты, это упрямая вещь, никуда мы от нее не денемся. И то, что в этом процессе принимают участие различные слои населения, в том числе и люди, которые так или иначе задеты, где-то по своей неграмотности, неопытности, может, квалифицированно не смогли своевременно дать отпор, не сумели, так сказать, выучить те факты, те доказательства коррупции, организованной преступности. Это, с одной стороны, хорошо, что общество наконец-то поднялось. События 2013 года, 2014 года наконец-то весь мир показали, что статья 5 Конституции начала работать, что единственным источником власти в Украине это есть народ. Народ, который эту власть выдвигает, выбирает, назначает, содержит на свои налоги, содержит своим трудом, получает от этого труда мизер, а паразитическая надстройка, которая возомнила себя вершителями судеб людей, шикарно кайфует в этой жизни, летает по дорогим курортам островам, накопив несметное количество богатств, движимого, недвижимого имущества. Это факты. Факты, упрямая вещь. Никуда от этого никто не денется. Век гласности это широко всем известно. Далее. Очень хорошая инициатива прозвучала. Андрей Леонидович Сидоренко зачитал перечень требований к высшим государственным органам власти, к субъектам законодательной инициативы, но здесь это останется сотрясанием воздуха, если это не будет реализовано в конкретные шаги. А именно, от Одесского региона в Верховной Раде Украины находится более десятка народных избранников, называемых народными депутатами Украины. Но давно уже этот термин в стенах самой Верховной Рады тоже многие признают, что такие депутаты стали антинародными. Ибо за состояние дел не только в судебной власти, в органах следствия и в других госорганах немало ответственности должны нести и депутатский корпус. Те субъекты законодательной инициативы, которые вот этот перечень разумных инициатив прочитанных только 10 минут тому назад Андрея Леонидовичем Сидоренко должны реализовать. Поэтому у меня есть конкретное предложение не сотрясая долго воздух направить каждому народному депутату то ли мажоритарщику избранному от территории одесситами и гражданам Одесской области то ли по партийным спискам которые давали присягу в итоге под куполом Верховной Рады чтобы они порядки законодательной инициативы провели реализацию всех перечисленных мероприятий которые народ просит реализовать в законодательном поле Украины. Вот это будет конкретный результат от сегодняшнего мероприятия и одновременно высветит кто из народных депутатов является народным а кто является антинародным в законодательном